Скандал в одной из школ Днепра. Дети буквально затравили ученика пятого класса. Сейчас мальчик не ходит на занятия, с ним работают психологи. Чиновники начали внутреннее расследование. Почему учителя допустили издевательство над ребенком и понесут ли наказание, выясняла Елена Миндалюк. Ссоры с одноклассниками у Сергея начались еще несколько месяцев назад, рассказывает мама. Сверстники постоянно издевались над парнем и она просила перевести его в другой класс. Но лучше не стало. Ребенок позвонил мне по телефону и с надрывом в голосе плакал и кричал, мамочка родная, забери меня, пожалуйста, с этой школы. Я говорю, что произошло? Дети собрали петицию и во время перемены тыкали мне ее в нос и говорили, мы собрали петицию, подписали и теперь тебя точно выгонят с класса. В семье пятеро детей в Днепр переехали из Терезы в 2014-м. Сергей и один из братьев учатся в 52-й школе. Сережа в пять лет перенес инсульт. С тех пор мама старается защитить его от нервных потрясений. Но когда обратилась к учителю с просьбой оградить сына от издевательств, та ответила, работать с вашим ребенком очень сложно, забирайте документы и уходите. Историю с петицией женщина описала в фейсбуке, после чего в школу пришли представители полиции читать лекцию. Эта дитина училась сначала в одном классе, там как-то и циковали. Которые решили перевезти к другому классу, там ситуация уже изменилась, как-то он уже проявлял агрессию к своих одноклассникам, и как ответ они начали ставиться к нему с циклением. В школе виновным во всем считает только Сергей. Классный руководитель даже завела для него индивидуальный дневник поведения. Сейчас учительница на больничном по телефону рассказала. Шум подняли. Напрасно. Эти мелкие проблемы не решаются все внутри класса. Там ничего не было какого-то серьезного, я считаю. Потому что часто дети друг на друга жалуются, потом мирятся. Я его не дам в обиду от всех. Извините, 28 человек, один ребенок обидеть в априоре не может. Разбирается в том, что произошло в 52-й школе и чиновники. Директора уже уволили. Порушение по педагогической этике, и посадовых обязанностей, и створение конфликтной ситуации. Там еще нужно указать, чтобы психолог не работал. История Сергея не единственная. Травля учеников одноклассниками в последнее время участилась. В прошлом году только в Днепре зафиксировали 9 случаев. Елена Медалюк, Евгений Конецов. Подробности телеканал Интер Днепр. Продолжение следует...